Но вещь, на что мы должны обратить внимание, если человек, например, у него остался долг в Рамадан, и у него не было причины, чтобы не пропаститься до следующего Рамадана, то есть он не болел, у него была возможность, но он не восстановил долг и зашел в следующий месяц Рамадан, то за каждый пропущенный день, который он не успел пропаститься до следующего Рамадана, он должен накормить бедняка. То есть, например, скажем, человек 10 дней пропустил месяц Рамадан и закончил месяц Рамадан, и в течение года у него не было причины уважительной, чтобы не вернуть долг, и наступил следующий месяц Рамадан, то есть прошел год. Вот за каждый пропущенный день он должен накормить бедняка и попросить у Аллаха, субхану и та'аля, прощения. Также, если кто-то умер из мусульман, и у него остались долги в месяце Рамадан, то за него должен пропаститься, вернуть долги его близкий человек, его вали, так скажем, его опекун, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейкум, саллаху алейкум, саллаху алейкум, хадис, который приводит има Бухарии, если кто-то, если умер, и у него остались долги поста, то есть Рамадана, то за него должен пропаститься его опекун, его близкий, например, муж за жену, жена за мужа, там, дети за своих родителей. Один из подвижников пришел к пророку Мухаммаду, саллаху алейкум, саллаху алейкум, сказал, моя мама умерла, и у нее остался месяц, то есть за нее вот этот месяц, который она не пропастилась. Мне за нее отдать этот долг, вернуть ли этот долг? И пророк Мухаммад, саллаху алейкум, саллаху алейкум, сказал, спросил его, этого сподвижника, и сказал, если бы у твоей мамы был бы долг перед кем-то из людей, ты бы отдал бы? На что он ответил, да. Тогда пророк Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, нужно отдать долг ее поста, поясинен, долг Аллаху в первую очередь нужно отдавать. Теперь раздел Арканюсиям, столпы и поста. Мы знаем, что столпы это то, без чего самого действия не может быть действительным, как мы ранее говорили. Первый столб, этот столб, в каждом из поклонений должен присутствовать. Адния, намерение. Намерение с сердцем. Обратите внимание, с сердцем не нужно ничего приговаривать, как иногда люди говорят, то, что языком проговорить, я намереваюсь поститься. Нет, с сердцем намерение, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейкум, именно место, где зарождается намерение, это сердце. В двух случаях только пророк Мухаммад, саллаху алейкум, произносил языком намерение, это хач и умра. Мы до этого дойдем, в разделе хадди. Однако, ниядь, любое остальное намерение, оно произносится сердцем, из души должно. Не нужно ничего проговаривать. С намерением, как приблизиться к Аллаху, то есть намереваться поститься, с намерением приблизиться к Аллаху, субхану алейкум, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейкум, поистине дела расцениваются по намерениям. Если, например, когда делать намерение, можно сразу взять на весь месяц, например, завтра наступает у нас первый день Рамадана, и мы ночью делаем душе намерение весь месяц пропаститься. Не нужно каждую ночь делать сердце намерение, можно каждую ночь делать намерение, но нужно обязательно успеть до утренней молитвы, до фаджара, до того, как закончится сухур. Это касательно фарда. Касательно фарда. Что касательно, то есть имеется в виду фарт, у нас, когда мы говорим фарт, пост фарт, обязательно это Рамадан. А другие виды поста, которые не фарт, а сунна, желательные, то мы можем сделать намерение до обеденной молитвы, до вухара намаза. Как приводится то, что пророк Мухаммад, когда постился нафиль, когда постился желательный пост, и зашел к своей супруге, и тогда сказал пророк Мухаммад, уже было днем, то есть это днем было, то есть до духара намаза, и пророк Мухаммад сказал, Аиша рада лаву анха, дахал алейхи расулу Аллаху, саллаху алейхи салям, в дядь йом, пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, ко мне зашел в одни из дней, и спросил, есть ли что-нибудь покушать, это было днем, мы сказали нет, тогда сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, тогда я буду поститься, тогда я буду поститься, а что касательно фарда, то нужно с ночи брать намерение, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, второе аль имсяк, второе рукон столб поста, это имсяк воздерживаться нужно, воздержание именно от еды, от питья и от супружеской близости, следующее заман, время, то есть именно когда пост, он в течение дня, то есть от фаджра до магриба, вот это вот время, это тоже является из столпов, поста из столпов саляма, если наоборот человек сделает, скажет я днем буду кушать, а ночью поститься, то нет, это его пост недействительный, именно столб поста, это тоже является из столпов поста, это нагар, то есть днем должен поститься, от утренней молитвы до вечерней, до магриба. Сунин сом, теперь возьмем раздел, какие желательные действия по отношению самого поста, тачилль аль-фатр, то есть стараться раньше делать разговорение, имеется в виду, как только наступило магриб намаз, как только зашло время разговления, бывает некоторые люди, там еще ждут 5 минут, 10 минут, пока не сядет солнце полностью, пока темнота не будет, нет, как только наступило, как Муазин говорит, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, на намаз Магриб, то нужно делать разговорение, торопиться делать разговорение. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалям, «Ла язалю нназь би хайрин, ма аджалю льфитра». Говорит, «Люди будут в благе до тех пор, пока они будут в первое время, и в второе делать разговорение, в первые минуты разговорения, они начнут разговоряться». Он сказал, «Поясненно пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалям, не читал молитву Магриб до тех пор, пока что-то не съел, хотя бы даже глоток воды». То есть, пока не сделал ифтар, он не читал Магриб. Некоторые люди пока прочитали Магриб, а затем сказали Магриб, потом делал, «Не, нужно в первую же очередь делать ифтар, потом уже читать Магреб. Сульно также, чем делать разговление? Делать разговление или свежим фиником, или фиником, или водой. Самое лучшее делать разговление свежим фиником. Если нет свежего, то обычным фиником. Если нет обычного, тогда уже водой. То есть поочередность. То есть, как приводится то, что Пророк Мухаммад, саламу, делал разговление свежим фиником. Если не было свежим фиником, то тамр. То есть рутап — это свежий финик. Тамр — это сухой финик. Если этого не было, то тогда уже водой делал Пророк Мухаммад, саламу, разговление. Делать дуа после того, как сделал разговление. Дуа инда фитр. Идзакана, салаллаху, али-саляму, якуля инда фитр. Пророк Мухаммад, салаллаху, али-саляму, когда делал разговление, делал дуа. Аллаху малека сумна, вааля, ризикика авторна. Фатякаббаль минна, иннак антас самиюль алим. О, наш Господь, ради Тебя мы постились. Твоим риском, Твоим уделом мы сделали разговление. Прими же от нас, поистине Ты всеслышащий и всезнающий. Идзакана, салаллаху, али-саляму, говорил, когда делал разговление, Аллаху ма инни, асалю, каби, рахмати, каллати, васягд кулли шей, антагфирали дзунуби. Когда делал разговление, О, Аллах, субханава талия, прошу посредством милости Твоей, которая покрывает все, чтобы Ты просил мне мои грехи. Следующее, какое действие по отношению к посту, оно является желателем, асссухур. Ссухур — это утренний прием пищи. И именно ссухур делать ближе к утренной молитве. То есть имеете ввиду, например, вот у нас ночь. И когда его лучше кушать ссухур, чем ближе к утренной молитве, тем лучше. Как сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи, ассалям, Ты ссахару фаинна фис ссухуры барака. Делайте ссухур, кушайте ссухур. Поистине в ссухуре есть барака, есть благодать. И также пророк Мухаммад сказал, что когда мы делаем разговоры ифтар, мы должны в первое время делать, а с сухур, наоборот, в последнее время, то есть подтягивать ближе к фаджру. Пророк Мухаммад сказал, Моя умма будет в благе до тех пор, пока они будут спешить разговляться и оттягивать с сухур, то есть ближе к молитве фаджр. Поэтому когда же делать, то есть бывает такое, даже помните раньше календари, были там даже на татарском, я помню, там писали утреннюю молитву, и там бывает сахар бета, то есть когда заканчивается сухур. И примерно там время еще много до утренней молитвы, но есть достоверные источники в том, что сахабы делали последние глотки, когда слышали азан, то есть только взял воду, и уже вода у тебя во рту, и азан на утреннюю молитву ты можешь еще проглотить. Но если уже у тебя стакан стоит вот перед тобой, и азан ты слышишь, ты не имеешь права уже пить, все. Но если как-то только в рот что-то уже водичка упала, попала водичка в рот, или кусочек какой-то, ты имеешь право это проглотить. И как приводится то, что Адиза ибни-сабыта, рада Аллаху анху, тасахар на мааа Расулия, саллаху алейхи салям, мы кушали сухур вместе с пророком Мухаммадом, саллаху алейхи салям. И потом он встал почитать молитву. И спросили мы, сколько было время от сухура, от сухура, утреннего приема пищи до молитвы фаджара, они ответили примерно 50 аятов. То есть они, сахабы, это сунна чуть-чуть, чтобы оставить время, потому что не прямо впритык перед утренней молитвой, чтобы кушать последнее. Это дозволено, но лучше, чтобы чуть-чуть время осталось, примерно 50 аятов из Кур'ана, если прочитать сейчас можете, то, аль-хамдул-ля, это сунна является, чтобы какое-то время было до фаджара. Но если также, если, например, уже сказали Адзан на фаджр, или говорится Адзан уже, и человек идет, наливая себе воду и пьет, то все, этот день он уже пропустил. То есть все, как только Адзан слышал, все, он должен останавливаться. Какие нежелательные действия? И также и желательные действия, это дуа перед ифтаром. За пять, за десять минут уединись с Аллахом, и попроси Аллаха дуа. Как сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, упастящий человек из дуа, перед разговариванием, который обратно не возвращается. То есть Аллах, субхану алейхи вассалям, принимает это дуа. Нежелательные действия во время поста, которые могут привести к тому, что испортится его пост. Первое, аль-мубалага, фельмадма, ву-листиншака, аинда л-вуду. Ну, то есть когда человек берет омовение, и когда мы моем полность рта или нос, глубоко это делать, вот это молокола или истиншак, то есть глубоко брать воду, это лучше не делать, а только поверхность прополоскать во время поста, и тоже далеко, чтобы в нос не заходила вода во время омовения. Почему? Потому что это может к тому привести то, что может вовнутрь попасть вода, и тогда уже может испортиться пост. Поэтому это нежелательное действие во время поста. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, даже говорил, нежелательно нос мыть во время поста, потому что это может привести к тому, что вода пройдет вовнутрь. Второе нежелательное действие, это аль-кубля, это именно поцелуй со страстью. Это может привести его к тому, что у него поднимется вот эта шахва, поднимется его от этой страсти, и может привести его к тому, что испортится его пост. Также ида аматюн надвар бичаму ты иля зяуча, смотреть со страстью долго на супругу, это тоже может привести к тому, что пост испортится. Аль-фикру фиша ани джамаа, думать, размышлять о супружеской близости, все это является мокругом, является нежелательным, потому что может привести его к тому, что его пост нарушится. Жвачку во время поста, то есть бывает, например, когда там чистишь зубы или жуешь жвачку, если у человека есть какой-то, он чувствует себя запах, он может проживать, выплюнуть. Но опять же, боясь, что этот вкус ему попадет вовнутрь, лучше этого не делать. Потому что, опять же, как сказал рух Мухаммад, в хадисе, то что самый любимый запах перед Аллахом, это запах постящегося человека из полости его рта. Более любимого этого запаха нет для Аллаха. Также пробовать еду на вкус, например, когда женщина готовит, попробовать соль, пересолил, это сделать нежелательно, потому что может привести к тому, что этот вкус она прочувствует, и потом проглотит, и испортит ее пост. Также из нежелательных действий день нашего поста начинается с утра и до вечера. В первую уже часть, так скажем, поста, то есть первое время поста красить глаза, то есть тушью, там, ресницы и так далее, или кухоль, вот это вот, то, что сюрмой, это является нежелательным, а уже ближе к ивтору уже можно это делать. Аль-Хиджаме, кровоспускание, ну, это вопрос, есть разногласия, но нежелательно это делать, есть сравнение, что портит пост, есть сравнение, что это нежелательно, поэтому, если Хиджаме, так скажем, чтобы уйти из всех разногласий, если Хиджаме, кровоспускание может привести к тому, что человек устанет, потеряет силы, и тем самым, как бы, ему станет тяжело, он захочет пить или кушать, тогда вот, как бы, из-за вероятности, то, что к этому может его привести, Хиджаме тоже нежелательно делать во время поста, во время того, как ты постичешь. Когда сделай фтар, пожалуйста, ночью можешь сделать Хиджаму. Следующий раздел, что портит пост. Пост портит, первое, то, что проходит вовнутрь, через желудок или через нос, через рот, через нос, через уши, капли в уши, когда глубоко зашли, тоже вовнутрь, через глаза капли какие-то могут, если пройти, то есть это вовнутрь проходит, это портит пост. Или если, Аллах в Коране говорит, «Валлаху ля стихимил ля хақ», Аллах не соединяется истины. То есть, если, например, клизму делают человеку, тоже это портит его пост и так далее. То, что вовнутрь проходит, это портит пост. Что-то поступает, какая-то пища или, так скажем, вода какая-то вовнутрь, если проходит, то это портит пост. Также то, что портит пост, это вызывание полового возбуждения и намеренное семяизвержение, это тоже портит пост. Также портит пост, если человек, например, думал, что уже наступило время ифтара, но еще не наступило время ифтара, и он начал кушать и пить. Или наоборот, что человек думал, что еще не наступило время утренней молитвы, но он продолжал кушать и пить. Это портит его пост. То есть, нужно перепоститься этот день. Если человек по забывчивости что-то начал кушать и пить, забыл, что он постится, как только вспомнил, он должен остановиться. И, иншаллах, этот его пост не портит. Но если он вспомнил, что он постится и продолжал, то тогда тоже его пост, он недействительный, ему нужно восстановить день к одному. Также любое то, что попадает в желудок, помимо еды, помимо питья, например, прогласил кто-то там, муху прогласил, или еще что-то там, пыль какую-то прогласил вовнутрь, то это тоже нарушает пост. Также, если человек не сделал намеренно поститься, то есть, не сделал с ночи намеренно поститься на весь месяц, или, то есть, человек может, как мы до этого говорили, может делать каждую ночь намерение, но достаточно одного намеренно весь месяц. Если он не успел сделать намеренно в душе, чтобы держать пост, думал, буду ли я поститься или не буду, и потом захотел в течение дня, давай буду нет то это тоже его пост недействительный также ридда человек ставлю опускала спал убежит нас отошел от ислама отказался от ислама он постился и например вышел из религии тоже его пост нарушается вопрос не принимается как сивычного скал в куране лейна шаракта ля ботан на аналю кого лета кунами на хасирин если ты предашь аллаху собаку на трассе товарища то твои все дела аннулируются и ты будешь из числа тех которые потерпели убыток эти вещи которые портят пост если человек одну из этих вещей совершил то ему нужно восстановить день к одному теперь также то что портит пост но за это еще нужно кафара то за это еще нужно помимо того что восстановить есть некое такое это строгое нарушение и за это искупление за это нарушение то если то есть если мы сказали вот эти все вещи которые человек совершает это нарушает его пост и он должен день к одному вернуть но следующее сейчас мы с вами прочитаем хариф пророка мухаммада саллаху алейхи ассалям если муж женой была у них близость днем в рамадане и не было это принужденно то есть по собственному желанию то тогда пророк мухаммад саллаху алейхи ассалям сказал то за этот день одного поста нужно вернуть 60 дней то есть субханаллах если вдруг между мужчиной и между мужем и женой была близость то они должны как бы восстановить это за один день 60 дней подряд поститься подряд хадисе который приводит абу хурей рада лавангу я раджу и ля наби саллаху алейхи ассалям факали пришел мужчина к пророку мухаммада саллаху алейхи ассалям и сказал халякту я рассудила я погублен о посланник аллаха то есть посмотрите с каким он пришел важный вопрос я погублен я уничтожен кальмах лак почему что тебя уничтожили каль лака альмара атифи рамадан я своей супругой совершил супружескую близость в днем в рамадане тогда пророк мухаммад саллаху алейхи ассалям спросил халь таджид ма тяатику ракада если у тебя раб которого ты мог бы освободить и это будет искуплением за это каль ла он говорит нету факал сказал пророк мухаммад саллаху алейхи альта статиян тасума шахраин и мутатаби айн можешь ли ты пропуститься два месяца подряд то есть если у тебя на это здоровье на что он сказал каль ла нет каль фа халь таджид ма тута муситина мискина может ли ты накормить 60 бедняков каль ла он сказал нет сумма и тогда пророк мухаммад саллаху алейхи ассалям примерно то есть такую большую кучу фиников принес и сказал фиги там то есть это большая куча фиников то есть много фиников принес пророк мухаммад саллаху алейхи ассалям искал ходь это сад до кубе это возьми это и раздай садака то есть пророк мухаммад саллаху алейхи ассалям хотел облегчить и помочь ему выйти из этого положения возьми это и раздает и бедным и тогда он сказал файл а ла афкар минна более бедного человека чем я нету в моем селении посмотрите на мягкость пророк мухаммад саллаху алейхи ассаллаху 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 алейхи ассаллах на что сказал, «кал... » До того засмеялся, то, что вот эти вот коренные зубы, которые были у Пророка, они стали видны. То есть сильно засмеялся посланник стал смешно, и он сказал, «кал... Иди, забирай эти финики и накорми свою семью. И это будет для тебя искупление». Субханаллах. То есть смотрите, милость пророка Мухаммада и лёгкость нашей религии. И также, если человек кушал, пил днём в Рамадане, и не было у него узра, не было причины, то есть без причины, просто взял и сделал разговорение. Захотел кушать, начал кушать, постился и сделал разговорение днём. То, что один из мужчин сделал разговорение днём месяц Рамадана. Тогда пророк Мухаммад сказал, у тебя должно быть ещё за это искупление. То есть помимо того, что нужно восстановить пост, должно быть ещё искупление этого греха. На что пришёл один мужчина и сказал, я специально сделал разговорение днём в Рамадане. На что пророк Мухаммад сказал, освободи раба, или пропастись два месяца подряд, или накорми 60 бедняков. То есть одно из этих трёх ты должен выбрать. Но если и того, и этого всего нет, то он просто должен восстановить день ко дню и просить у Аллаха прощения. Почему? Потому что в хадите сказано, в одном из хадитов сказано, если человек намеренно сделает ифтар, то есть у него нет причины на это, он не болен, он не в пути, и намеренно сделать разговорение днём в Рамадане, то он не поможет ему, даже если он целый год потом будет поститься. То есть имейте в виду, что с него не списывается пост, но однако такую награду он теряет. Аси Вишня Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Что можно делать днём в Рамадане? Использовать сивак, то есть палочку такую для того, чтобы почистить зубы. Также зубной щёткой можно почистить зубы. Также табарру дубльмам, если жарко, можно принять холодный душ, или там в бассейне поплавать, искупаться в море, это дозволено. Ночью после ифтара можно кушать, пить, близость супружеская дозволено. Сафар, если кому-то нужно в путешествие куда-то уехать, в другой город, в другую страну, ему дозволено. Даже если он будет делать ифтар во время путешествия, во время этой поездки, ему можно сделать путешествие, можно выехать куда-то. То есть любое лекарство можно использовать, которое не проникает вовнутрь, в желудок. То есть мазь какая-то, или также, например, капельница. Если она не глюкоза, если это не витамина, а там обезболивающее, укол, это всё дозволено. Даже учёные разрешают, если у человека проблемы с сердцем, и таблетки, которые принимают под язык, рассасываются, их тоже можно принимать. То есть то, что вовнутрь проникает в желудок, вот это запрещено, это портит. То есть таблетку пить запрещено, это портит армадан. Но сделать укол обезболивающий, или систему поставить обезболивающий, это дозволено. Разжевать еду, пищу для ребёнка, это тоже дозволено. Но только, однако, это не должно в желудок попасть. То есть нужно тут быть очень бдительным. Ат-татиб, ат-табхир, то есть душиться. Потом бухур, вот это вот дым, который, знаете, в арабских странах есть деревяшки, вот это, уд-дерево, уда, жечь, можно. Также, что прощается спастящегося. То есть если он сделал что-то, но не специально, это с него списывается, его пост не портится. Это аль-баль-а-рик, уля-у-катур, то есть много глотать слюны, слюну проглатывать можно, это не портит пост. Также, если вдруг человек вырвал, то есть специально вызывать рвоту запрещено, это портит пост. Но если человек вырвал и нечаянно что-то осталось из пищи, и обратно за что, это не портит его пост. Также, если человек, например, что-то проглотил, например, комарик пролетел, нечаянно он его проглотил, или муху проглотил, то есть сейчас кто-то может подумать, кто будет глотать муху, Но разные ситуации в жизни бывают. И чтобы все закрыть эти вопросы, мы должны, аль-хану-шари'а, очень тонко подходить к каждому вопросу. Это не портит. То есть все, что неосознанно попало вовнутрь, это его пост не портит. Например, бывает, когда человек идет, кто-то там курит, например, на улице, ему дым попал, он прошел его внутрь. Он не специально это сделал. То есть это его пост не портит. Или бывает такое, что по дороге ехал, пыль залетела через нос, вовнутрь пропала. Это его пост не нарушает. Если человек проснулся и увидел, что у него было семяизвержение, то это тоже его пост не портит. Если человек по забывчивости что-то покушал и съел, забыл, что он постится, то это тоже его пост не портит. Кроме как в Маликитском Адхабе, они говорят, что ему нужно все-таки восстановить день. А повторю Адхаба по Абу Ханифе, по Абу Ханифе, по Абу Ханифе и Хамбель, это его пост не портит. Как сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейкум ассалям, если кто-то покушал что-то или выпил что-то, водичку, он при этом постящийся, и он забыл, позабывчивости, то пусть продолжает поститься. Пусть продолжает поститься. То есть это такой некий подарок был для него. Но если он вдруг начал кушать, как мы говорили ранее, пить, и вспомнил, что он постится, и продолжал, тогда нарушился его пост. И также в хадисе, в доставленном хадисе, приводится то, что Пророк Мухаммад сказал, то, кто сделал ифтар днем в Рамадане, то есть что-то позабывчивости, сделал, то он не должен восстанавливать этот пост, то есть должен продолжать поститься. Теперь что такое кафара? Мы говорили, кафара это искупление, греха, искупление. То есть, например, мы до этого говорили о кафара, то есть если человек, он должен восстановить пост, в некоторых случаях, и сделать кафара. Кафара, то есть это то, что прощает грех человека. Прощает грех человека, если он какую-то сделал ошибку во время поста, что-то сделал, то это кафара, это искупление прощает его грех. Например, если кто-кто сделал специальную супружескую, близость в месяц на Рамадан днем, то есть мы говорили, его искупление, там нужно пропаститься два месяца подряд или освободить раба, но сейчас этого нет, не существует рабов, или накормить 60 бедняков. Для чего суть хикма фель-кафара? Какая мудрость в этом искуплении? То есть если двух словах сказать, это защитить нашу религию от того, чтобы люди играли с религией. То есть захотел сделать так, захотел сделать так. Нет, есть закон Аллаха, который нарушать нельзя. Если человек специально нарушает это, то за это он должен некую нести плату перед сельшим Аллахом, и чтобы очистить человека от грехов, которые накопились, то есть потому что человек, если осознанно нарушает закон Аллаха, это является грехом, и это кафара ему очищает, стирает его грех. Поистине Всевышний Аллах Субхану Атану сказал в Коране, что поистине благие дела стирают плохие дела. Как сказал посланник Аллаха, бойся Аллаха, где бы ты ни был, если ты совершил какой-то грех, за ним сразу же соверши благое поступок, и это благое поступок сотрет твой грех. Я обращаюсь к людям с благим нравом. Также хотелось бы упомянуть, уважаемые братья и сестры, салят от тарвиха. Салят от тарвиха – это та молитва, которая читается вместе с Армаданом. Она читается или 8 ракатов, или 20 ракатов. Во время пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, хотелось бы пояснить, читали 8 ракатов. Читается в мечетях, читается с джамаатом, также можно читать его отдельно. Часто задают вопрос, как лучше читать в мечети за имамом, или дома с своей семьей, или отдельно можно читать. Пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, читал отдельно 8 ракатов. Потом несколько тарвихов пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, провел сам с джамаатом. И потом 4-5 тарвиха провел, боялся, что это станет обязательным, чтобы люди не подумали, что тарвиха – это обязательный фарт для уммы пророка Мухаммада, саллаху алейсалям. А ведь тарвиха – это сунна, это желательно в действии. Посланник Аллах, саллаху алейсалям, оставил читать его с джамаатом, и каждый опять заново читать, начал его сам по себе, отдельно. Во время Абубакра, рада Аллаху алейсалям, читали также отдельно, каждый читал сам по себе. И Умар, рада Аллаху алейсалям, во время правления Умара, рада Аллаху алейсалям, он заново собрал джамаатом, То есть Тарвиха заново начали читать джаматам за двумя имамами. Это Убейбн Кааб и Тамин Бин Аус Аддари. Они два имама, которые проводили ас-салаты Тарвиха. И сколько читать намаз Тарвиха? Восемь или двадцать? Например, в Москве у нас на Поклонной горе, в мечети, мы читаем восемь ракатов. На проспекте мира читают двадцать ракатов. Если там посмотреть, в каждом городе где-то двадцать, где-то восемь ракатов читается. В Саудии тоже, например, во всех мечетях читается восемь. В Аль-Хараме читается двадцать, в мечети пророка Мухаммада саллаху алейхи 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 Почему? Потому что, если ты пришел в мечеть, если хочешь читать восемь, то иди в мечеть, где читает восемь ракатов. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен салла халфа имамин, хатта нянсариф, кутеба лагу киям ал-лейль». Кто читал за имамом полностью, пока он не закончил, пока он не ушел, то ему запишется, как будто он выставил всю ночь в намазе. Но если он ушел раньше имама, закончил раньше имама, имам еще продолжал читать молитвы, то он не возьмет награду, будто бы он выставил всю ночь. Также награда за намаз аль-таравиих пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен кама рамадана имамин, хатта сабин, гуфира ла хумата каддама мидзамбих». То, кто выставил на рамадан с иманом, с верой и с намерением, что Аллах его простит, Аллах, субхану алейхи, простит ему все его прегрешения, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Рамадан, уважаемые братья и сестры, как заканчивается месяц рамадан, человек, алхамдуллах, должен просить у Аллаха, субхану алейхи, чтобы Аллах принял от него этот месяц. Сахабы, ридуан Аллаху алейхи, полгода просили у Аллаха, чтобы Аллах принял от них рамадан. И до того, как наступал месяц рамадан, полгода просили Аллаху мебеллиг на рамадан, о Аллах, дай нам возможность дожить до месяца рамадан. И полгода просили, как он заканчивался, Аллаху мебеллиг на рамадан, о Аллах, прими от нас рамадан. Как говорили сподвижники, если бы вы знали, какое благо в этот месяц рамадан, то бы вы захотели бы, чтобы никогда он не заканчивался. Просим Аллаха, чтобы сделал нас из числа почтящихся, из числа молящихся.